Девушки отдыхают Гость нашей республики, нет, даже страны в целом, подданной Франции. Найдя заветную коробочку под 252-й ступенькой, он, как и было сказано, сфотографировал найденное и позвонил нам в редакцию. А теперь кладоискатель у нас в гостях. И я с радостью хочу представить вам нашего кладоискателя Александра Нечаева. Примечательно, что Александр должен был улететь сегодня. Именно сегодня в Москву, а затем во Францию. Но ради такого случая он поменял билеты на другую дату, чему мы очень рады. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ну давайте всем нашим телезрителям подскажем, наконец, что же вы нашли на 252-й ступеньке у Большой Сосны. Вот, вас покажу. Это наша красная шкатулочка, коробочка, а в ней лежит брелок с названием нашей программы и с логотипом нашей телекомпании «Жизнь прекрасная НВК Саха». Расскажите, Александр, вот как вам удалось найти этот наш клад? А, ну мне рассказали про этот клад, а как у меня были возможности сделать практику. Ну, как гид, вот там у меня была возможность долго смотреть и подумать. Вы были гидом в парке «Ленский столбик». Да, да, я пришел. Сколько времени вы там находились? Ну, пять дней. То есть в течение пяти дней вы искали наш клад? Да, искали, искали. Потом я подумал, где это может, где они могут это спрятать. И потом я думал, может быть, под доской. И я каждый месяц, где платформа, где возможно отдохнуть, остановиться, я думаю, может быть, самая возможность это будет там. И я искал, искал и нашел. Мы очень рады, что именно вы нашли наш клад. Скажите, вот, когда вы его нашли, что вы подумали? Какие первые мысли возникли? Ну, я думаю, какой подарок у меня будет. О чем подумали, вот открыл? Ну, когда я видел это, я думал, вот, может быть, ключи машины, Тойота, японец, многие японские машины тут. Надеялись получить именно такой приз, да? Да. Вообще, долго ли вы искали? Ну, получается, в течение пяти дней, да? Да, 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 да. Ну, к сожалению, не ключ от машины, не ключ от Тойоты, но, тем не менее, я думаю, что все-таки очень приятный приз. Мы хотим вам вручить вот это вот, вот этот плед, вы будете с ним ходить, плед от фирмы Камелек, вы будете вместе с ним отправить, можете поехать на СФ, поселить его на травку. Хорошая память. Устроить пикник и пить кумыс или вот что-нибудь другое из этого. Это кытыя. Спасибо. Вы рады? Да, очень рад. Я память из Якутска. Ага. Знаете ли вы что такое кытыя? Нет. Не знаете, да? Как долго вы вообще находитесь в Якутии? Месяц. Месяц. Зачем вы вообще приехали? Ну, это отменный университет. У меня доктор наук. И у них есть программа, ну, университетская. Ага, возьмите микрофон. А, не слышно. Не слышно, да, у вас. Не слышно. Хорошо, есть такой отменный университетский. Француз и СФУ. И у меня было возможно прийти на месяц и учить, ну, культура якутская и про туризм тут тоже. Получается, вы этнограф? Нет, я историк. Вы историк? Историк, да. Доктор истории, социальной истории, мне интересно. Вы преподаете французский язык? Английский. Английский? Ну, английский историю, мой такой специальности. Ну, я тоже могу французский язык преподавать. Ага. Вот. Перед вами вот у нас были гости из Германии, да, Николас Тегельман. Он говорит, что знает немецкий язык, свой родной русский чуть-чуть, английский и вот французский, да? Да. Вы сколько языков и какие знаете? Ну, француз, я жил в Франции 35 лет, английский, я в Англии жил 6 лет, в Германии 4 года жил, свой немецкий язык, русский, потому что у меня русские корни. Вот и все, да. Вы говорили еще о португальском. О португальском, потому что... Совсем забыли. Да, да, тоже немножко тоже. Могу, так понятно. Ну, получается, месяц вы уже находитесь в Якутии, поменяли вы билеты, получается, вы побываете на нашем летнем празднике Исеха. Да, тоже это нельзя так пропустить. Я думаю, что был хороший день 5-6 дней больше остаться. Что вы ждете от Исеха? Вот какие впечатления? А может быть, вам что-то уже рассказывали об этом празднике? Что вы ждете от него? Ну, так, душевное путешествие, скажем, да? И культура видит, и музыка, и все люди встречаются, маленькие, старшие. Ну, такой праздник хороший, уникальный, скажем. Будете ли вы встречать солнце? Да, вот. Будете встречать солнце, да. То есть останетесь на весь день и включаем? Да, весь день, весь ночь. Ага. Вот. Как Якути. Здорово, здорово. А мы продолжаем беседовать с нашим кладоискателем Александром Нечаевым, который нашел клад, который мы закопали осенью прошлого года в парке Ленские столбы. Александр, продолжим, да? Скажите, пожалуйста, вот вы говорили, что работали в качестве гида, да, в парке Ленские столбы. Какие вообще впечатления у вас вызвали наши горы, наши Ленские столбы? Красота так невероятная. Мы пришли так с катер из города, как это, Покровск, что-то такое. Покровск. Покровск, вот. Уже так впечатление невероятное. Ну, похоже ни на небо, ни на река. Мы как летим на, не знаю, красота такая. Я уже чувствую, что вот я иду, где-то место невероятное. Таких мест вы раньше не видели? Или что-то подобное все-таки было? Ну, это другое, потому что у меня скалы во Франции, столбы, но это другое. Это, ну, это как архитектура, похоже, что есть замок, что видно, минир такой старый, что видно, я не знаю, антишни, архитектура. Не знаю, так как. А вот вы были гидом, а для кого вы? Да, гидом, да. Кому вы рассказывали, кому вы проводили экскурсию? А, русские многие. Не было много иностранец, но я несколько американский и русский, да. 90% были русские, да. Вот вы говорите, что у вас русские корни, ни фамилия у вас, ни Чаев. Расскажите об этом подробнее. Мой отец писатель был, он писал книжку, он очень известный. Во Франции известный, да? В России, во Франции, 30 языков они его, эта книжка. Патти Пилаган. Ну, вот, это, ну, такое для детей. У него другие книжки для взрослых, это для детей. Эта книжка была классик. Ну, он был журналист, он скульптура. В Санкт-Петербурге был очень известный 20-30 лет назад. И так у него было возможности идти во Франции. И он так, когда я родился с мамой, они во Франции. А вы родились, получается, в России? В Питере, да. А, в Санкт-Петербурге родились. Ну, три месяца уже они эмигрировали, а я был ребенок. У вас есть родственники в России? Да, у меня есть в Москве и в Санкт-Петербурге. И общаюсь немножко. Ну, да, хорошо общаемся. А русском языку кто вас обучал? Папа? Ну, папа с ним говорили много. А мама француженка? Ну, да. Она русский не знала? Да, знает она, научила. Научилась, да? Да, да, да. Как здорово. Ваши родственники вот в Питере, в Москве, они насколько близкие вам? Из дедушка. А дедушка, он сам был специалистом Лев Столстой, университет Ленинградский. А-а-а. Вот. То есть такая интеллигенция? Да, интеллигенция семья. Чем вы занимаетесь? Вы живете в Париже, да? Я в Германии сейчас живу, в Берлине. Ну, я ученый, специалист истории, ну, восток, да, восток, запад. Мы на востоке? Запад, запад. Американская, английская, Франция, социальная история, революция и все это. Угу. Ну, вот. Вы доктор, получается, да? Я доктор, да, да, да. Ага. А много ли во Франции вообще живет французов с русскими корнями? Или, может быть, в Германии вы с ними тоже познакомились? В Германии есть много. А во Франции, ну, это история. Потому что, когда была революция российская, ну, была война после, красная после бели. И многие были русские, они во Франции ходили. Ага. А потом было тоже второе движение эмиграции. А мир троем. Троем это эмиграция. Это год. Семьдесят восемь годами. И потом был 2000 год, это, как это было в выражении, новые русские. Ну, богатые русские. Да, да, да. И вот они пошли все в Париже, на юг, вниз. В Англии еще их много. Да, в Англии, Лондон. И вот и в Берлине тоже был закон принят такой, потому что время Катерина Вторая. Многие немецкие, они пошли в Россию жить. Вернулись. И это была Катерина Вторая. Они пришли в Россию. А, она была... Да, да, да. И после перестройки был такой закон в Германии, что они сказали, что вот люди, которые, немецкие корни, у них возможность прийти обратно в Германию. И пришли очень многие русские за это, по поводу... в Германии. И очень многие в Берлине живут. Вот вы изучаете несколько языков, в том числе, как бы знаете русский, да? Вот насколько сложен русский язык для человека западного? Как вы считаете? Ну, я думаю, что он... да, сложный, длинные слова, предложения, грамматика. Я не знаю, я говорю инстинктивно. Знаете, как дети. Учить язык без книжки, ничего, они только вспомнят что-то, как сказать, и вот так. Я так научил язык. Но меня читать очень сложно. Мне нужно сосредоточиться с компьютера, приводить все сложные слова. И простой язык. Но понимаете, вы, в принципе, же хорошо учите. Да, ну да, ну да. Но у меня был интерес для языка, душевный язык, красивый слушать. Женщины русские очень красивые тоже. За это, думаю, нельзя так потерять, это возможности. Вот скоро вы уезжаете обратно вот домой, да? Когда, может быть, будет возможность вернуться к нам в Якутию? И вообще Якутия какие оставила вам впечатления, какую память? Ну, я хочу проект строить, такой ученый, что возможности там больше остаться на год. Здесь у нас? Да. Но мне интересна природа. Природа меня интересует, охранник, старые традиции. Ну, дикая, дикая природа. Как люди там живут. Кстати говоря, на Ленске, Столбах, где вы жили? А, я жил, ну, такой маленький дом, есть такие три. Ага. Я жил, если это гиди, женщина очень хорошая, которая... Ну, вы жили в простом деревянном домике, да? Да, 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 да. В дикой природе, получается. Да, я хочу благодарить эти люди, которые меня очень открыто приняли, очень добрые. Все, которые там работают, очень приятно было с ними жить. Что ж, огромное спасибо, Александр, за то, что нашли время, поменяли билеты, пришли к нам в студию. Я еще раз вас поздравляю, вы настоящий молодец, нашли наш клад, его никто не мог найти. У меня повезло, вот так, судьба. Вам повезло. Пользуйтесь на здоровье нашим подарком от фирмы Камелек. Веселого вам эсэха и хорошего лета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова